Всем здравствуйте! Хочу посвятить это видео рассказу о реальной ситуации, которая произошла со мной, участвуя в торгах по банкротству. Зовут меня Онищенко Сергей, мне 38 лет, с 2011 года являюсь индивидуальным предпринимателем. За всю свою жизнь, наверное месяца три, может четыре, я получал официальную зарплату по трудоустройству. Все остальное это была система, сколько смог, столько и сделал. С Олегом познакомился года три, наверное, назад. Я тогда оплатил ему курс, максимально возможный получил, прошел все необходимые уроки. И первая моя сделка состоялась в октябре 2018 года. Я сделал ставку по трем лотам. Это было имущество Апаринского райпо в Кировской области. Там было 100 тысяч рублей, и на эти 100 тысяч рублей нужно было что-то придумать. Что такое Кировская область? Те, кто там проживает, знаете, наверное, знаю. Для непосвященных скажу это место. Начало Сибири, населенный пункт Апарина, в котором мы взяли один из трех магазинов. Наверное, один из крупнейших по сравнению с остальными двумя. Второй был это Малома и Стрельская. Такие селения. Сделали ставку на последнем этапе, за полчаса до окончания. Заявку приняли, и мы выиграли. То есть там, по-моему, 36 тысяч. Был ближайший конкурент, который предложил там 24 за него. Ну, суть не в этом. То есть у меня не стояла задача изначально заработать каких-то больших денег, а была задача просто проверить себя, как это все работает. В общем, получаю протокол. Счастливый! Да безумие! Неужели? Сыграло, сработало. Неужели? Красота! Получаю от конкурсного управляющего договора купли-продажи. Я их подписываю. И мы едем туда, на объект. От меня это получается порядка тысячи километров. Приехав туда, мы испытали шок. Мы смогли из всех трех лотов, которые мы выиграли, мы смогли доехать только до одного. Значит, магазинчик 139 квадратов, 139 с половиной. Деревянное строение. Без участка земли. Там земли под ним нет. Есть договор землепользования. Но я в земельные эти дела вообще не лез. Мне это было неинтересно. Я брал его с целью только продавать. Увидев это вживую, у меня был самый радостный для меня момент, что я потеряю сейчас 30 тысяч, а не больше. То есть, какой я молодец и умница, что не дал за него 50, 60 и 70. Полностью покосившийся дом. Кривой, косой, без электричества, без всего вообще. В течение получаса прибежала дама. Мы с ней договорились о цене. И ударили по рукам. То есть, с момента того, как я это увидел, до момента продажи, фактически прошло два часа. То есть, через два часа у меня, после того, как мы туда приехали, у меня уже был покупатель. Стартовая цена была 120 тысяч рублей, а договорились мы с ней за 105. С магазина, который изначально можно было использовать как трава для костра, получилось 105 тысяч. Получив деньги в Кирове, я вернулся домой и стал думать, что делать дальше. А дальше все просто. Сделал новую ставку. Не поверите, я опять выиграл. Моя вторая сделка, это будет здание бывшей столовой. Находится оно в Республике Адыгеев. В данное время жду договора купли-продажи конкурсного управляющего. Ну, а что бы хотелось пожелать начинающим ребятам, кто стоит на раздумье, на пороге, выбирайте для себя нишу. В какой вы, если чувствуете себя профессионалом, будь то, не знаю, недвижимость, имущество какое-то движимое, может быть, какое-то технологическое оборудование. И дерзайте! Дерзайте! Плюсы в том, что вы никому ничего никогда не должны. Вы сами решили, сегодня вам поработать, завтра, послезавтра или не работать вообще. Но с этой темы, при должном усердии, на хлеб с маслом всегда хватит. Потому что торгов этих будет гораздо больше, чем мы себе можем позволить, обслужить. Я настоятельно рекомендую брать полный пакет. Не стоит экономить, вы экономите. В первую очередь на себе. Если на себе экономить, то времени на жизнь не останется. Лично я для себя задачу поставил такую, что мне нужно купить квартиру в Москве без ипотеки к сентябрю месяцу 2019 года. Засим! Желаю вам удачи! Желаю вам великих побед! Дерзайте! У вас все получится! Субтитры сделал DimaTorzok